всем привет всех обнял приподнял с вами или но из и мы продолжаем проходить с вами стазис и если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал то прошу вас подписаться на него вам это будет не сложно а мне приятно так в предыдущей серии мы тут остановились на этом моменте где надо посмотреть не знаю там кпк или записная электронная книга как там сказать у медсестры сейчас мы это сделаем там чтива будет много но надо все-таки это дело прочитать потому что потому что может быть что-то полезное там и будет а потом будем спускаться на последний этаж лобби 2 и как нам сказали садиться в вагонетку ехать куда-то так что сейчас вот здесь читаем и там едем поехали поехали клара дэниелс это старшая медсестра новая работа честно говоря когда майк настоял чтобы я пошла работать на склад продукции я решила что он спятил то есть зарплата хорошая рабочие часы отличные но сама работа боюсь будет скучно похоже медсестра нужно только если нужно открыть стазис капсулу а роберт офицер-администратор говори офицер-администратор говорят что такого почти не бывает в девяти случаях из десяти капсулу сразу отправляют на проект и надеюсь мы все-таки одну откроем так значит подождите она может там далее было нажимать пропустил в момент так завтра я просто тут еще одним глазом на ноутбук там что-то сообщение прилетело но вроде ничего важного окей и не обратил внимание на что я там нажал завтра я наконец-то работаю я не тупо слежу за мониторами мы открываем капсулу для доктора айзекса доктора айзекса это случайно он там был не доктор айзек помните из этого из дэдспейса но он там был монтер у нас да ремонтник ну наверное какая-то отсылочка все-таки есть туда именно из проекта кухонный нож сказали им нужен подопытный в сознании в этих капсулах преступники и бродяги у них был шанс выжить с пользой для общества но они не захотели может жить жить выжить жить с пользой для общества не захотели погоди подожди то есть подопытные были всякие там преступники и бродяги но это могли просто говорить так что это преступники и бродяги а так по сути это нормальные люди и никакие то не преступники и не бродяги просто цепляли кого можно было зацепить вот один из этих зацепленных является наш герой со своей семьей хотя может быть наш герой непростой очень непростой оказывается там какой-нибудь бандюган повырезал там не знаю там кучу народа и вот решил тут свалить вот таким то образом сейчас разберемся ну дальше по игре вчерашняя работа оказалась сложнее чем я думала когда мы открыли капсулу там была совершенно растерянная женщина опа это может быть наша жена я знаю что долгий стазис дезориентирует но это было странно она кричала что ехала с мужем в отпуск на европу опа а вот оно как оказывается может быть даже и не убийца и не насильник наш этот главный герой а просто реально доехали кто узнает сейчас разберемся но не сейчас говорю в течение прохождения этой игры а может быть и не разберемся на может быть и карты все не раскроет доктор ей дал успокоительные и заморозил голосовые связки чтобы она не кричала уверенно она врала насчет отпуска эти бродяги скажут что угодно лишь бы выкрутиться утром пришли еще две капсулы их привезли с земли из исправительной колонии я попросила почитать их дела мне бы так мало было мне бы так было легче но доступ к их записям запрещен короче да как и говорил здесь и обычных людей цепляли вы смотрите и земли цепляли и космических кораблей которые там летели куда-то короче охеревшие твари здесь работали надо удалить последние записи я их перечитала это слишком ужасно до сих пор в ушах плач того человека которого мы вытащили из капсула он даже не кричал просто сидел на кровати и плакал пока не пришли доктора ему поставили метку и забрали в лабораторию он даже не кричал вчера мы открыли капсулу а внутри был десятилетний мальчик это наверняка ошибка даже если он бродяга он ребенок его зовут нил он внизу в реабилитационной комнате я хотела посидеть с ним но мне сказали что мне будет легче если я просто не буду обращать внимание то есть нил получается наверное наш сын не знаю слышно не слышно вам там птицы конечно орут за окном но я не могу закрыть окна и сидеть в полной тишине потому что на улице стоит неописуемая жара сплит-систему включать не хочу потому что она тоже шумит я думаю что птиц вам надеюсь не слышно прям был бы хорошо потому что когда-то были времена я записывал у меня там такой сверхчувствительный микрофон был или он так настроен был что он выцеплял все эти крики хотел сказать чаек этих ласточек и они прям пищали прям ты сидишь озвучиваешь что-то там прям пискать их ласточек я сначала думал может быть какие-то проблемы у меня с этим с микрофоном но нет это лезли птицы на видео хотели чтобы там а гляньте гляньте птицы я в ютубе тип того лара хочу уволиться со склада попросила перевести меня к биологам думаю гидропоника мне подойдет зарплата поменьше но хоть ночью спать могу я слышала как глава отделения говорил о материалах со склада продукции у них уже есть четыре закрытые стазис капсулы но им нужен объект в полном сознании что-то здесь не так они используют материала со склада продукции я думала здесь только гидропонику выращивают какого черта им нужны человеческие образцы сара сказала в реабилитации есть еще дети ночью пойду туда система безопасности часто падает и воспользуюсь ее поломкой завтра я заберу оттуда детей подождите сара 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 это сара которая с нами связывалась по моему да вроде бы она так и последняя запись я сохраню записи в этом планшете так что если я исчезну вы поймете что случилось кто бы не прочел это вы должны помочь спасите этих детей а вон она так вон она что а ты ничего не хочешь сказать там чё-то джон как бы речь о твоей семье вообще-то идет я понимаю ты бы чем сказал бы например там а это моя жена там или что мой сын какую-то реакцию надо проявить все таки или ты уже стал бездушным существом и тебе абсолютно на все поработаем по барабану а может быть и него это семья хрен его знает ладненько ладненько пладненько дверь служебного лифта это все закрыто здесь тоже все закрыто то есть там не закрыто там тоже нам перестую постукивает но от этого пользы никакой наверно там сара и стучит нам в ответочку ну пошли сюда куда это еще и стой 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 джон 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 нет джон идем сюда обесточенная вагонетка ну нам значит двигать сюда надо кстати я посмотрел у этого разработчик там еще игра есть подобного плана да и не только подобного клаплана есть игры у этого разработчика еще у других там что-то подобное такое ведь сверху как рпг так надо будет глянуть так аккумулятор вагонетке что нам сейчас надо с вами сделать так чего система отключена я нажать ничего не могу даже может быть интересно интересно а что у нас есть у нас есть электронная бирка с трупа где можно было бы что-то применить эту электронную бирку подожди а я могу туда зайти наверно а вот получается могу зайти я не навел сюда давай забежим посмотрим в вагонетке темно питания нет отглядись там должен быть способ ее запустить окей ладно посмотрим что у нас тут так стулья стулья посидеть можем на стульях не ладно погоди неудобно сделано было бы вообще прекрасно если там зажимаешь как-то клавишу там или две клавиши тебе отображается то что ты можешь нажать это было вообще шикарно для такой игры это прям незаменим и и чего и все а ну и женщина какая-то там шумит вопрос такой и что нам делать с этой печатной машинкой что-то могу нажать еще ну вроде бы нет она вагонетка обесточена да что ты будешь делать еще какого там человек-сосед активизировался то была тишина весь день а тут он решил немножечко это вот под вечерочек пошуметь ну вроде бы немножко стуканул вопрос такой а могу я просверлить уж могу что-то что-то нельзя сменить линию если кого заряд аккумулятора короче надо отключена система этого всего не ну реально почему час начинать стучать сейчас уже как бы вечер люди пришли с работы что за прикол такой у людей именно настукивать под вечер ну давай посверли здесь может быть этот можно будет да в смысле а чем я могу вскрыть электронной биркой да не стеклом он ковырять не хочет давай за подожди давай зачем нам сюда не нам надо что-то сделать щитком как-то его открыть это щиток не знаю слышно не слышно вам стук я надеюсь не слышно как и птиц которые вот птицы замолчали полетел стук шприц для подкожных инъекций и мокрые грязные полотенца осколок стекла а кинчатами кица при мебель может сломаться и что закрытый так не работает давай зависит давай заскочим еще раз сюда в вагонетку в эту ну а тут что можно сделать тут можно просто да попробуем может порезать как-то эти стулья не работает да посверлить а канси нет не то все стулья что-то надо сделать со стульями пусковой короче не работает да вопрос такой ну давай думать нам надо как-то как-то нам надо в этих ящиках нет ничего полезного откуда ты знаешь ты подходил ты смотрел ты же не проверял получается а что получается нам надо как-то это вагонетку открыть она у нас обесточена она сказала что как-то можно что-то сделать бирка от трупа куда можно поехать чтобы нам активировать это дело поехать наверх где стазис камера у нас находится капсулы так вот вариант так вот вариант вот вариант вон он ну как а ну-ка а зачем нам это наверно знаете для чего но как я и говорил вот приложите руку чтобы пройти компьютерный терминал там а зачем нам рука здесь она по сути здесь не нужна можно попробовать и рукой как-нибудь там сейчас вскрыть этот щиток да не он мык мыкать будет там что-то объединить как-то не все значит ну только остается путь нам наш путь и только остается туда на второй этаж ну то есть на второй этаж и на этот первый лобби что прям игра мне я не знаю я когда вчера в нее играл и весь день про нее думал прям сидел работал там что-то дела какие-то и прям сидел думал как чё там что может там вау-вау прикольно там не знаю прям что прям так реально запала мне в душу эта игра я любитель такого всего так приложить ладонь вот 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 слишком мелкий текст у этой игры его конечно было бы хорошо если увеличить но нет такой возможности ты некоторый момент вот эти доступ разрешен добро пожаловать и юрий леонов отлично морг морг вооу так холодно что это мертвецкое думаю тут и должно быть холодно ну логично так значит разбросанные протоколы о ау брей эндерсон руки томас рахо рохорака голова шея ноги джейн чё кто а ничего интересного кто-то там звонит джейл джейл почему он куда туда ушел так печь обледеневшие окно за этим окном для наблюдения еле различимы странные силы так пойдем давай посмотрим все окна замерзшая жидкость не позволяет ну-ка ну ладненько а это подожди 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 не то я ошибся да ошибся я да я попробую вы здесь сломается полотенце сломается как он сломается а поковырять так нет а посверлить не да и посверлить ты тоже не хочешь окей окей через металлической рукояти подожди-ка виден только краешек металлической рукояти выкрашенный в красный угу по ту сторону стекла все залито залито темнотой не но он не сверлит сломается ладно пойдемте подойдем к печи что у нас здесь это печь широкой дверцы предназначена для сжигания трупов при высокой температуре и и и внимание температура здесь достигает опасного уровня дежурный офицер уведомлено пальмамки оборудование просим начать непременно и немедленно эвакуацию а пока будет покой какой путь хочу а меня убили охренеть погоди а подожди а ну-ка мокрое грязное полотенце если на себя на слышно он а могу я отойти или меня сразу убивает я понял надо в дверь сразу бежать все хорошо слушаю прикольно то что тебя оказывается здесь могут и завалить прям я думал здесь все просто и легко спокойно ходишь там да тебе пугает но нет нет есть ошибок есть такие вещи как надо убежать надеюсь от монстров не надо здесь будет бегать то что прям не хотелось бы мне в этой игре видеть так значит печь и сматываем сразу отсюда давай 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 да хватит стоять там лицо давай давай уходим 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 братан вопрос такой а там все господи да отлично так шикарно 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 аутопсии стол труп пойдем к трупешнику подойдем осмотрим его этот скелет сохранил человеческие очертания этого от разлагающего с трупа исходит невыносимая вонь застрявший ломик господи а то есть джон я слышу тебе тяжело просто сосредоточен на цели ты нужен родным окей хорошо ладно секунду да я могу что-то с ломиком сделать нет сушно не просто что хотя может быть просто тогда загорается рука а я могу как-то в колоть там например взять что-то а посверлить не да не выходит а здесь не не сверлит а жидкость может какую-то выкачать нет не выкачивает так стол а для чего стол стол очередной ну вроде бы значит все а что нам еще нам вроде бы здесь получается все мы здесь сделали то что нам нужно а куда она все сейчас с этим ломиком идем вниз и ломаем щиток сушься но пока что задачи все поставленные перед главным героем я как запущу гонетку куда так самое верное добраться до медицинского терминала мед отсек на маршруте доберешься быстро спасибо тебе и мне жаль насчет твоего друга себя береги так значит они на тут надо быть готовым ко всему то есть в любой момент тебя могут здесь загрызть поэтому давайте наверное сделаю следующее я просто возьму и сохраню игру хотя здесь хорошо в том что если тебя убивают и начинаешь там не с сохранения а с момента где-то там ну в пред моменте когда тебя убили удобно значит нам надо щитки часа вскрыть и посмотреть что в них давай хера ты брутальный человек стрелочный перевод а что что взял что где трамм-лайн-брейкер ладненько а если так здесь было хорошо конечно если это все можно было приблизить чтобы увидеть там все таки как он что-то ломает там кто-то монстр какой-то выпрыгивает ну было бы клёво сами система зарядки вагонетки подожди а у нас а ну вот сейчас мы зарядим его так заряд аккумулятора питание подключил вижу минутку задаю координаты медотсека и не не погоди погоди я так понимаю нам сюда да сначала опа готово назначение так запусти вагонетку и поедешь так все значит да готовы мы выезжать ну круто такой знаете dead space point to click ну что то есть такое вау даже так поехали давно она была что было эвакуация может мои улетели вместе с теми кто спасся это не уверенно кровь там явно старая да время прошло мы торчим в этой ловушке уже месяца три три месяца сначала у нас было больше мы с юрием остались последние мы чинили шаттл но под он почти готов юрий выбрался за припасами и вот он был твой то есть вы с ним ну с юрой ха нет уж если бы нам не приходилось тут вдвоем выживать мы давно друг друга бы порешили но мне будет его не хватать он был рукастый я когда-то была замужем давно что случилось сколько еще ваших тараканов не надо будет убить мисс хэнсли малан так блин это была последняя капля следующая вы и ваша милая зверушка внимание отказ тормозов и дроссельных фильтров нарушена структурная целостность устройства рекомендована эвакуация он свинь ты вагонитку с рельсов Джон держись за что-нибудь ёбая дэйс 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 Продолжение следует... Это вообще была начальная заставка у игры? Хотя нет, там... Была такая киношная заставочка Джон, ты как? Джон, я потерял сигнал от вагонетки Что стряслось? Я... я тебя почти не слышу Ты цел? Да, вроде в порядке, надо из вагонетки выбраться Я в порядке Ничего Думаю, смогу прыгнуть Прыгнуть? Я... Ты меня до устрачки напугал Ты видишь... Погоди Минуточку Так, секундочку Вопрос такой А... Хорош, хорош Воу, 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 ни хера себе Твою ж мать, ещё б немного Джер, где? Цел? Я? В порядке, сигнал прерывается, тебя не слышно Я? Алло, Тия, говори А, это Тия, её зовут Ладно, радио сдохло Ладно, собрались Начнём с главного Куда меня занесло? Двери разбившегося состава Да, ну конечно, я буду, наверное, постоянно плеваться от этого шрифта, вот у этого игры Вам повезло, что вы сами не оказались под этой грудой металла Да, отлично, вообще, этот вагон уже проделал свой последний путь Если честно, если бы шрифт был побольше, было бы интересно читать Когда вот такой вот мелкий, ты вот сидишь и вот напрягаешься весь, нет желания Так, значит, что мы можем? Синтетической сигнальной лентой Возьмём её Пригодится Отлично, отлично Так, что у нас тут? Всё, да, походу Обломки Следы крушения вагонетки Неинтересно Так, ну, молодец, что смог сорвать Не надо было применять там всякие приспособления Набор инструментов, пустые металлические ящики Цифровая запасная книжка Записная книжка А что за доктор, чёкнутый профессор там появился? Чё за чмо такое выскочило там? Какого лешего-то? Наверное, он совсем здесь О-о-о-о, да ну не Ну куда чтиво столько много-то? Ну куда? Зачем? Да ну это же бред вообще Просто Куда? Зачем? Для чего? Вы куда запихиваете столько текста? Розалинде Розалин... Кто такая Розалинда? Ну реально, это... Это слишком много Это слишком много чтиво Так не должно... Никакой Джон Ломиком себе голову пробить От безысходности Вот давай только без... Да ну не, ну чё ты не можешь открыть-то? Ну чё ты такой слабенький-то, а? Епи 1 ящик от... Ящик инструментов Ну ковырни там, открой его как-нибудь 20, 50, 20, 2000... Так, мы... Эти ублюдки держали нас тут 3 года Так, получается в 2148 году Они попали сюда 3 года, короче, они были в этой камере Ну в этих капсулах Строительный прожектор Ну чё, читать что ли? Ну давай, ладно, немножечко почитаем Кейн явно экономит на инженерной палубе Обычная система кондиционирования Ломается куда чаще Чем техники приходят её чинить Добраться до туалета Занимает 10 минут В лучшем случае Эх, да, тяжеловато 10 минут До туалета бежать Ох, если прихватят особенно Хотя, знаешь, как прихватят На пердежные тяги Погнал А ну раступись Сейчас начнет совершиться биологическая атака Бомба замедленного действия бежит А ну раступились Что-то в этом духе Так, ну это не важно За тот пенсионный пакет, что обещает Киэн Я готов работать хоть в картонной коробке Утыканной кнопками По графику я должен получить новое сердце И легкие через несколько месяцев Тогда я смогу уехать в Чикаго к моей жене Розалинде А до тех пор пусть сигареты и жирная еда Скрашивают мои дни Ай, ты посмотри, что Короче, получается, они здесь занимались тем, что Производили части тел Для людей Походу, да, и ставили опыты Наверное, так Что-то в этом духе И люди сюда устраивались работать Тоже, чтобы там получить Новые органы, сердце Там Чувак там это вообще бухает Там курит То есть кайфует Вечером я проверил оборудование в отсеках И заметил что-то Какое-что странное На механизмах появился тонкий слой Вроде грибка Оказывается, он проник даже в экраны и мониторы Они выглядят жирными изнутри Учитывая местные условия Можно ожидать, что плесень вырастет на любой поверхности Но это, похоже, влияет на работу Грумлейка Так что нужно было разобраться с ней Я доложил техникам Надеюсь, они быстро все уберут Корпорация Кейн Похоже, довольна моей работой Меня повысили Теперь я отвечаю за новые камеры клонирования Приступаю немедленно Нет времени объяснять Работа важная И срочная Погоди Погоди, 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 погоди Подожди А там, получается Вот здесь А, здесь все Я и подумать не мог Что проект такой масштабный Клоны будут создаваться в огромных количествах С использованием камер из тысячи ячеек Наполнен специальным оборудованием Питательным раствором Ускоряющим рост Я должен вывести производство на такой уровень Чтобы мы могли создавать клонов пачками А они придумали Как создавать людей гораздо быстрее Чем природным путем Ребята из проекта Семя Требуют запустить клонирующие камеры немедленно Хоть они еще и не готовы Клонов уже можно выращивать Но и система безопасности хромает Например, камеры хранения для клонов Еще не подключены к электричеству Так что электронные замки На них не работают Помост над камерами пока временный Вчера Салливан Салливан перегнулся через перила И свалился в камеру Если бы там не было дезинфицирующей жидкости Он бы разбился А, ну то есть получается А может быть наш главный герой Уже является клоном То есть Основного Хозяина, не знаю как сказать Уже уничтожили И вот наш герой является клоном Может быть, может быть Все Кто его знает Еще одна игрушка Мне пришла в голову Прилетела Star Diffusion Звездная диффузия Там как диффузия еще Искривление, да Звездное какое-то искривление Там страшненькая такая игрушка Прям чистый Resident Evil Только в космической тематике Она, жаль, выходила Только на мобильное устройство Но я вам рекомендую В нее поиграть Я в нее начал играть На эмуляторе А потом как-то, знаете, так Ну, подзабил И вместо того, чтобы ее допройти И закончить ее Я, как всегда, все это На потом оставил И великолепно все про это позабывал И вот сейчас надо все-таки Опять вернуться Но проблема в том, что Сейвок-то нет у меня И придется заново проходить Ну, посмотрим Может быть, сейчас ее И уже перенесли на ПК Кто знает Посмотрим Глянем Похоже, клоны действуют Только инстинктивно Уже полностью готовый клон В камере Тета откусил Мисс Кин Кусок уха Во время кормления Фу Три готовых клона Сломали замок Своей камерой хранения Выбрались в лабораторию Питерса Нашли скрюченным В три погибели С головой между колен Ходить он сможет Не скоро Техники К вечеру наладят Электронные замки О Салливан Попросился На другой проект А, ну Клон-то клонами, да И этот грибок Походу вселился В этих клонов Когда клонируют В эти камеры И теперь все Управляет клонами Да, слушай Вот и Они бегают здесь Монстры эти О Салливану отказали А вот Кин Отправили в проект Семя Я тайком Увеличил порцию еды Для участника Элона В камере 449 Хотя они Всего лишь Органы для пересадки Я к ним Как-то привык Еще мы заметили Органическую массу Которая отрастила Хвост И бесцельно Плавает кругами О Салливан Назвал ее В честь Своей тещи Какой нормальный Человек стал бы Давать имя Дефектному клону Дефективному клону Теща нормальная Саманта чудовищная Человека-рыба Поранила Элона Поэтому Потому что Сильно дергалась При выемке У большинства клонов Те же деформации Вообще Ни у кого из них Не образовалась Нормальная Сердечная Легочная Ткань Пока что Результаты Просто ужасные Все ведут себя Очень странно О Салливан Уже неделю Не показывается Мне приходится Следить за камерами Самому Я не понимаю Почему ему разрешили Но ему точно разрешили Иначе менеджер бы Его сюда Притащил за задницу Кстати о задницах Мою укусил Один из готовых клонов Когда я вел Его в лабораторию Ха-ха Клонов Бушует Бунтует Бунт клонов На корабле Грумлейк заблокирован Корабль тряхнуло И все проходы Автоматически Закрылись Я застрял у камер Не могу добраться До люка Если это блокировка Типа тех Что происходит В последнее время То скоро должны Все починить Надеюсь Что скоро А то Двух пачек сигарет Надолго Не хватит Сверху Доносятся Крики ужаса Отдающиеся Отдаются эхом Каждый крик Напоминает Мне чертовски Что мне как Мне чертовски Повезло Что я здесь Внизу А не там Наверху Однако Мои запасы Тают Надеюсь Мне не придется Плыть За новыми Если клоны Меня не прикончат То сердечный приступ От нагрузки Точно добьет Я собираюсь Переплыть Камеру Тета Доберусь До противоположной Стенки И постараюсь Добраться На следующий Уровень корабля Клоны Злобно шныряют В питательной Жидкости Учитывая Что Они Сделаны Сделали Спитерсом У меня Все У меня Есть все Шансы Не доплыть Остаток Этого сообщения Нужно передать Моей жене Розалинда Я надеюсь Что я смогу Сам отдать Тебе это послание Если же нет Я попытаюсь Словами Выразить то Что так Хотел бы передать Тебе лично Если я умру Прежде чем Выберусь С этого корабля Каждый миг Моей жизни Каждый прожитый Мной За эпизод Бытия Будет кричать Твое имя Моля Неизбежную Смерть Пощадить меня Только для того Чтобы еще раз К тебе Прикоснуться Я Сожалею Искорблю О каждой Минуте Проведенной Не с тобой До нашей Встречи Мое сердце Пустовало И томилось Без того Огня Страсти Что ты Зажгла И Чем бы Не закончился Мой Погиб Побег Этот огонь Будет Посылать Пылать И после Моей смерти Ты будешь Жить Вечности Что Настанет После Моей смерти Твое имя Прозвенит Над галактикой Как свидетельство Всем сущим Что никогда Еще не было Любви Больше Чем моя Твоя любовь Моя жизнь И поэтому Я бессмертен Да Чтива Конечно Прям Очень много В этой игре Можно конечно Не читать Но Проблема в том Что обычно В таких играх Многое что Есть запрятанное В текстах То есть Ты читаешь И понимаешь Опа А что-то Это нам Может навеять И начинаешь Думать Додумывать И все такое Ладно Заруливаемся Да А что теперь Я надеюсь Наверное Нас никто не нападет Но у нас если что Есть лом Мы ломом можем Прохерачить Любого клона Хотя Он скажет Не Не работает Так нельзя Лом сломается Меня всегда Удивляли игры В которых Ты ведешь Я не знаю Слышишь ли ты меня Или нет Но тут такое В общем Не знаю Как это звать Вопрос такой А где наш персонаж А вон он То есть подожди Он не смог доплыть Она идет сюда Она живая Что живая Где Кто идет Ой Ё-моё Погоди Не-не-не Мне тут живое Ничего не надо Пускай там Живет дальше У себя Погоди Я Хера себе Отпора с проводами Так А если Я так понимаю В любой Непонятной тебе Ситуации Используй дрель Так А теперь Ты можешь Подтолкнуть Я надеюсь У тебя получится Ну давай Понапрягись Ну ты че Мужик Ёпер на театр Ну напряги Своей там Ягодицы Там че Ни Давай монтировочкой Ну-ка Так Посмотрим Что можно сделать Кстати Я не помню Я по-моему Не договорил Да И у этой компании Есть там Еще игра Одна Называется Кейн Тоже Она основана На Сюжетной Линии Стазис Она бесплатная Вот Поэтому После Стазиса Мы поиграем В Кейн А потом Я уже Приступлю К Боун Тотем Игра Прям Реально Мне Такое ощущение Что Пуля Вообще Опа Подожди Торчащие провода Может быть Торчащие провода Вот так Вот Нагоди В смысле Торчащие провода А нахрена Нам нужны Торчащие провода Ай Ё-моё Зачем я полез туда Иди ты нахер Ай Зачем я подошел Поторопился я с этим Ооо И меня завалили Все Понял Принял Так Подожди А вот такой момент Я могу ли Почему не сработает Давай попробуем Не Не работает Синтетическая сигнальная лента Для чего она нужна нам А ты посмотри Прикольно 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 Ладненько Ладненько Слушай Ну нормально Что ты вот умираешь В комнате И ты возрождаешься В соседней комнате Это клево И клево то Что тебя могут все таки убить Ну Нет беготни То есть ты ошибаешься Где-то там Лопухнул Все Тебе там Откусили яйца Все И ты заново начинаешь Короче Мне надо здесь провести электричество Чтоб Вот эту всю шижу Нахрен тут это Разворотить Да? Нет? Подожди А может быть Труп подтянуть сюда? А Только не Ай Да не Зачем я пошел Ну зачем Тихо 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 Что-то Что-то живет Вместо Он жив А то есть И это может Я говорю Он все Он Подожди А я думал Ты сейчас будешь Это тоже сверлить Я не знаю Что я думал Тихо 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 Не подожди 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 Мы не идем туда Нам это не интересно Органическое гуще Генератор Генератор только гудит Органическое гуще Органическое гуще Тихо 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 Подожди А если генератор Включить И забежать сюда Так Пришпилин Ничем не выдающийся Плакат Подожди А может быть Как-то Вот этот Органическое габель Сватит Органическое губ Где я не буду Товем Тихо Нет Нет Это то не работа Продолжение следует... Не, там он трупешник подтянуть. А как его подтянуть, я не понимаю. Потому что если я сейчас подойду, они... Они... Значит, может быть, что-то посверлить. Где-то ключ надо найти. Переносного светильника. Да нет, здесь ничего интересного. Нам надо найти ключ. А если подожди? Да не, он не открывает. Тихонько гудит генератор. Я не думаю, что это будет работать. Подожди. Строительный прожектор. Я не думаю, что это будет подходить. Это не будет работать. Может быть... Мне надо как-то повернуть прожектор, получается. А как это сделать? Может... А давай попробуем сейчас... Так... Я думаю, что это будет уничтожить. Нет, это не будет работать. Не пойму. Вот сейчас вот прям вот не пойму реально. Так. Давай-ка я сделаю... Конечно... Может быть, это зря. А, нет, слушай, не зря. А они просто тогда поползли на меня. Я думал, сейчас они меня тут это... А, вон оно что. Окей, окей. Они там просто начали шевелиться. Я думал, сейчас опять подойду и меня второй раз завалят. А, ну всё тогда. Я думал, они там вальнут. Прикуриватель. То есть... А, ну... Сейчас получается, что мы... Нет. И то есть... Надо сейчас будет... Пока работает генератор, резко перебегать туда. Да. Да? Правильно понимаю? Повышенная нервная активность в вашем текущем состоянии может быть любительна. Пожалуйста, сохранить спокойствие. Главное... Главное... Тихо, 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 ты там, и осторожнее. Тихо, 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 тихо. Тихо, смазанный так от коровленных ладоней тянется вниз. К чанам словно кто-то... Ну да. Слушай, я реально думал, что сейчас это что-то на патру... А вот, видишь... Надо было пойти туда. Тия, ты слышишь меня? Я пытаюсь выбраться отсюда. Вижу свет где-то наверху. Думаю, это выход. Ммм. О, водка. Да? Ну, отлично. Терминал 12-го Чана. А, тут надо читать будет, да? Доклад. Доклад 449. Объекты показывают увеличение роста на 800% по сравнению с контрольной группой. Но наблюдаются аномалии. Например, образец тканей отрастил нечто вроде хвоста. Образец плавает кругами, вращая непредусмотренным хвостом. Доклад. А, там A, а там B. Т, A, ага, B. Образцу с хвостом дали имя Саманта. Предположения о случайном характере движения оказались неправильными. Теперь очевидно, что образец исследует сеть электронной безопасности и ищет в ней уязвимости. Опа, ля, Скайнет что ли? С хвостом? Саманту извлекли из камеры и передали безопасникам на хранение. Она сильно дергалась во время излечения, повредив оборудование и другие образцы. Стандартный питательный наполнитель 150% концентрация. Дополнительные гормоны роста получены из объекта семя. Частичные человеческие клоны предназначены для выращивания легочной и сердечной... Ну, короче, да. Здесь они занимались тем, что... пытались выращивать клонов. И вот это подозрение есть, что поперечная балка на меня может сейчас тут красиво свалиться. Нет? Куча докладов. Ребят, ну, на этом я хочу остановиться. Слушай, ну прям нравится мне игра. Ух, и прям реально затягивает прям. Очень прикольная. Сложностей в задачах нет, загадках. Ну, как сами видите. Просто вот реально я испугался. Думал, что сейчас они меня опять потащат куда-то. И надо как-то по-другому здесь это все дело пройти. Но нет, сработало. И он подтянул трупешник. Все такое. Триханули мы знатники этих клонов. Получили они по заслугам. И вышли сюда. Окей, ладно, ребят. Дальше нас будет ожидать 11-й и 13-й терминал. Мы посмотрим, что с ними. Что да и как. Реально, могу подойти? Могу. Слушай, и ничего на меня не упало. Вау. Это хорошо. Это очень хорошо. А здесь? Тихо, ты дурак что ли совсем? Что, больной что ли? Что делаешь ты? Зачем ты прыгаешь-то? Капец. Окей, ладно, ребят. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Стазис. Все. Всем пока.